еще раз добрый вечер как всегда у нас с вами по четвергам проходит встречи я очень рад что мы с вами всегда вовремя начинаем и у нас постоянное количество людей около 10 как обычно да вот сегодня чуть меньше но я думаю еще присоединяться вообще конечно я благодарен даже тем кто есть возможно кто смотрит записи но вообще время нам надо встречаться нам надо мыслить позитивно вот двигаться и в общем то несмотря на все тернии приближаться к звездам и так сегодня у нас 12 мая 22 года вот меня зовут олег тарасов я являюсь партнером компании skyward комьюнити вот и от всей души от всего сердца желаю этому миру мирного сосуществования конечно же я знаю что вы тоже ко мне присоединяется потому что у нас есть грандиозные планы по развитию транснета во всем мире а для этого нужны силы нужно вдохновение нужны нужно общение вот поэтому нам нужен мир ну как всегда мы говорим о том что как мы продвигаем транспорт юницкий string technologies создаем компания которая создает экологичный безопасный комфортный транспорт вот как и философия данного транспорта что он должен быть решением проблем они их источником для этого есть комплексное решение что грузовые пассажирские потоки переносятся в отдельное пространство на второй уровень транспорт перемещается по специально рельсо струнного эстакаде который позволяет увеличить аэродинамику скорость улучшить безопасность и экологию земли и стоимость данных данных проектов строительство эксплуатации оказывается значительно ниже существующих транспортных решений ну а на этой неделе у нас мы привыкли что у нас очень много всегда новостей но я хочу сказать что эти новости действительно есть может быть они не не столько сейчас доступны всем вот но мы поговорим сейчас о том что есть а потом и конечно коснемся немножко еще скажем так философии вообще компании и скажем так как вообще развивался этот мир да ну на данный момент вот на этой неделе вот потому что мы сейчас алексеем читаем каждую неделю вот и многое алексей тоже рассказал уже то что произошло на прошлой неделе ну вот на этой неделе медиаресурс рейлв и технологии опубликовал статью о преимуществу грузового транспорта юстика вы знаете что нынешних условиях особенно это началось еще с коронавируса проблемы с логистикой очень сильно нарушены и конечно же большой бизнес и вообще в частности бизнес ищет новые пути решения транспортных транспортных доставок логистики да вот поэтому грузовой транспорт изначально не был включен вообще белую книгу скажем так но время диктует на свои правила и поэтому компания очень четко отреагировал и при том предмет преподнесла такое решение которое я думаю что должно оставить всех конкурентов далеко позади вот ну и вот такая статья почему грозовой транспорт разрабатываем и юницкий стрим технологии слик компани перспективное направление в данной отрасли задает данный медиаресурс отвечает что данная рельса струнная эстакада материала емко долговечно она не требует регулярного обслуживания и слог и срок эксплуатации данной путевой структуры может составлять 100 лет также устойчивость данной струнной трассы к непростым погодным условиям дает возможность эффективно перевозить разные типы грузов регионах со сложным климатом и со сложным рельефом местности доставка грузов отличается доступностью скоростью стран струнная трасса может прокладываться по кратчайшей траектории минуя различные преграды и расстояние между опорами может достигать трех километров и даже вы знаете что возможно даже и большее расстояние поэтому данные преграды если там какие-то возникают водные ресурсы либо какие-то возможно возвышенности могут легко мы можем данная технология может легко обойти их и решить эти все вопросы кроме того автоматизированной системы управления обеспечивают высокий уровень надежности перевозок полный контроль скорости маршрута бесперебойная круглосуточная эксплуатация отсутствие дтп вот и столкновение с посторонними объектами потому что это транспорт второго уровня вот такие преимущества имеются и далее продолжение вот уже скажем так данной статьи что длина рельсострунного трассы может составлять более 500 километров но вы знаете что принципе она бесконечно то есть можно вокруг экватора хоть крутится сколько нужно столько будет этих путей проложено но в принципе это тоже очень большой отрезок 500 километров вот поэтому ну такая вот приведена цифра транспортные структурные комплексы могут быть использованы как связующим звеном между логистическими узлами то есть и подчеркнуть что не является конкурентом для кого-то чего-то но там где трудно подвести или вы знаете вот как сейчас скапливается очень много огромных контейнеровозов да не могут проплыть потому что действительно судно очень большие вот не могут подойти близко их несколько тогда вот как анатолий дар лишь предложил выстраивать такие платформы на 5-10 километров в море чтобы суда спокойно выстраивались и разгружались и в общем то это тоже можете выявлять быть очень ускорить вообще разгрузку данных контейнеровозов далее значит в удаленных труд труднодоступных местах при разработке полезных ископаемых требует минимального землеотвода под строительство что тоже немаловажно характеризуется значительно меньше по сравнению с традиционными стакадами материала и емкостью конструкции вот грузовой транспорт способен перевозить до 100 миллионов тонн груза в год это очень огромные вы помните что вот на вот этому синем контейнере было указано что перевозка 100 тонн грузов на один километр будет составлять всего один доллар 100 тонн на один километр один доллар в общем то это очень и очень высокий показатель и когда мы разговаривали еще с олегом зарецким он тогда еще гляд что если пассажирские перевозки в общем то хватает транспорта и личный транспорт и скоростной транспорт то в данное в общем то решение пока не видит перед собой никаких конкурентов и как говорил вот слабого волков что этот транспорт который вне конкуренции действительно мы в этом плане впереди планеты всей вот поэтому конечно же очень и очень заинтересованы бизнес вы знаете очень много приезжает и сейчас рассматривает и наверное же все ждут когда это можно уже будет посмотреть воочию стоит не только 20-футовый вот контейнер но и 40-футовый поэтому мы уже с вами говорили о том что завершён был строительство основной завершён был основной этап средства анкерных опор на трассе номер 4 и на трассе номер 2 вы сейчас строится да это длина 24 километра вот такая вот красивая такой красивый фасад вот но вы знаете что это анкерная опора является основным основной опоры которые удерживают это вот напряжением все всего всего пути поэтому конечно же сюда было вложено очень много сил до очень сильно технологии это зависит от скажем так от это открытая по работали эти два скажем так две дороги которые в 1 виде таких изогнутых да как вот лёша любит говорить санта-барбара да и вообще так уже называют так вообще что вот и вторая прямоугольные вот такие вот эти вот два пути которые будут он сейчас есть нот ведется вот анкерные опоры построены промежуточные опоры построены расстояние вот между вот данными опорами 288 метров это очень немаловажно да и здесь будут конечно вестись вот эти вот и испытание пассажирского юнибуса на 48 человек и больше и грузового юниконта который будет привозить контейнеры вот 20 40 40 футовые ну и вы знаете что сам анатолий эдуардович юницкий находясь находится сейчас в арабских эмиратах ну по моим скажем так данным последним да вот и вот он все эти вопросы сам лично курирует смотрит потому что действительно это уже большой в общем-то большой довольно-таки расстояние до два с половиной километра вы знаете что при успешном завершении данного вот участка дороги он может быть продлен до порта корфахана в принципе о чем изначально было когда-то сказано и но мы сейчас не можем ничего говорить потому что официально больше ничего не было заявлено но свое время об этом говорили потому что сам правитель шаржи он именно именно заинтересован в именно вот в этих вот перевозках грузового транспорта так вот это вот фраза что я мечтаю увидеть контейнеры которые двигаются со скоростью пули летят да вот потому что вы знаете что скорость на данном вот на этих участках контейнеров может достигать 100 километров чаш ну это конечно же очень и очень быстро при том что они могут двигаться один за другим и вот эти вот действительно это расстояние 100 километров будет проходить в общем-то довольно таки быстро да вот но практически за за час может даже еще быстрее вот но следующая значит статья есть такая фирма а начата фраушер сенсор технологии это ведущая компания железнодорожном секторе с проектами более чем 140 странах на всех континентах вот когда у анатолия эдуардовича было один раз был день рождения да вот отмечали вот многие конечно же желали и здоровья это конечно же присоединяюсь дать долгих лет жизни вот но у меня вот сразу вот возникла такая емкая такая фраза вот я пожелал анатолию эдуардовичу построение да мы должны удивить мир да построением адресных проектах на всех континентах и вот видите вот это вот фирма вот почему я говорю что когда вы мыслите в одном направлении да вот и и особенно и мы с вами встречаемся мы с вами обсуждаем мы с вами поднимаем эту тему и я поэтому говорю что когда вот мыслишь в этом направлении то она рано или поздно осуществляется потому что по закону мироздания энергия мысли рождает энергию материи поэтому еще раз повторюсь энергия мысли рождает энергию материи поэтому вот если я буду один мыслить это хорошо но если мы с вами все будем мыслить в этом направлении вот сейчас по крайней мере я об этом говорю вы тоже об этом мыслить и вот поэтому меня очень удивило что когда я вот эту прочитал значит новость о том что данная компания значит посетила да и действительно она прокладывает новые и самое главное инновационные пути мировой железнодорожной области да то вот я подумал что отчасти где-то мое уже пожелание начинает сбываться но дай бог чтобы она скажем так нарастила еще мощь силу вот благодаря вашей поддержке и вообще благодаря всем инвесторам которые ждут которые не ноют а которые помогают всем чем могут да кто силой мысли кто действиями своими кто в общем-то прокладыванием новых дорог новых контактов поэтому мы с вами команда которая несмотря ни на что идет вперед на все несмотря на все трудности в общем-то и следует слогану девизу не вижу цель не вижу препятствий вот ну значит данная компания людей специалистов они как всегда были в общем-то была проведена презентация для них вот была продемонстрирована вот эта вот модель которая до 12 метров находится вот это кстати человек нам тоже рассказывал не помню его зовут но действительно было очень интересно вот даже на скажем так я вот сейчас смотрю и вот сейчас какие-то новые элементы уже вижу может быть доработали может быть я скажем так было очень много информации но вот это вот вот такого башни такого стеклянная что-то не помню может быть час уже доделали вот потому что это очень красиво смотрится большая и наверное вот это вот тоже было заделана вот эта вот эта деталь вот ну рассказано о том что это высокий потенциал данных эстакадных перевозок говорит о том что здесь повышенная безопасность высокоскоростных перевозок исключение столкновения с другими объектами минимальное поглощение земли струнными путепроводами которые могут быть легко из адаптированных для выполнения любых магистических задач со скоростью до 500 км в час даже 600 км в час разрабатывается до более выгодные затраты на строительство эксплуатацию по сравнению с другими видами транспорта вот надземными и подземными таким как трамваи канатная дорога монорельс и подземное метро ну конечно же был продемонстрирован юни флеш нас на ее flash вот конечно он еще пока не ездит но интерьер экстерьер вообще вот как находится вообще конечно посидеть это уже большое удовольствие находиться внутри данной модели ну вы знаете она у нас ездила вот мариной горки но сейчас я говорю задачи стоят сейчас у нас по тому чтобы сделать эти две трассы две четыре два четыре десятых километра это для грузового и пассажирского а данные юни флеш он нас скажем так но сейчас еще пока ищется место где будет он в общем то эти трикил 30 километров эти будут выделены вот конечно же я думаю что этот задача будет решена вот но все скажем так идет своим чередом я бы так но интерес большой видите и женщины и мужчины там все смотрят наблюдают это очень здорово что женщины очень заинтересованы транспорте такую я уже второй раз наблюдая такой интерес потому что действительно мужчины понятно а вот женщины типа наверно они как-то чувствуют уже у них другие другое чувство вот что действительно этот транспорт он вот наверное для женщин очень важно безопасность на первом месте да и вот действительно вот такой интерес ну и конечно же интерьер потому что же как также без женщины тут вот но наш транспорт очень красивый поэтому тут даже говорить не приходится он мало того что он красиво он действительно очень такой соблюдать соблюдена вот эта аэродинамика действительно такой автомобиль самолет поэтому конечно же очень приятно и гордость испытываешь когда вот показываешь вот где-то рассказываешь ли говорит что сам там был сам находился внутри это очень здорово вот поэтому такой большой интерес со стороны профессионалов уже я бы сказал вот данного бизнеса ну и конечно же посетили диспетчерскую вы знаете тоже демонстрируется постоянно вот видите какой-то новый человек сел там что-то смотрит наблюдая действительно вы знаете нас работает искусственный интеллект у нас данный транспорт без водителей но конечно же контроль искусственный интеллект а все равно человек наблюдает вот как в прошлый раз мы разбирали что очень много решает задач искусственный интеллект но человек конечно же будет контролировать данный поток и случае каких-то экстренных ситуаций вот ну конечно же гости лично убедились в том что инновационный транспорт безопасен надежен вот женщины выходят довольны веселые там их несколько было фотографий но вы можете посмотреть в нашем скажем так на нашем ресурсе все это можно увидеть посмотреть вот но и очень интересное тоже что сейчас вы знаете закончился экспо 2020 которая вот практически до 31 марта находилась и вот сейчас проход будет проходить 17 18 мая уже в абу-даби да будет называться на road traffic экспо middle east то бишь выставка дорог и дорожного движения на ближнем востоке да вот и и значит там тоже компания юнических технологий была примет участие в данной выставке вот но вообще здесь данная выставка разработана для того чтобы вдохновлять видите и поощрять обмен знаниями демонстрирует поставщиков прорывных решений которые обещают превосходство мирового класса и предоставление инфраструктуры то есть действительно инновации нужны инновации тем более страны которые имеют деньги которые хотят развивать самые лучшие технологии в своих регионах поэтому вот эта выставка которая состоится 17 18 мая тоже сыграют определенную роль для транспорта ну вы знаете что это абу-даби это столица объединенных арабских эмиратах вот и очень это штат такой большой огромный вот действительно там совсем немножко отличаются такие законы такие вот не нет столько там это вот фотографии кстати я бы сказал мне не абу-даби наверное все таки это дубай вот да дубай судя по башням вот этим вот я помню эту башню вот а в абу-даби нам более такая застроенная нет нет не столь высокими небоскорубами но так как штата очень большой вообще этот эмират очень большой то в принципе там конечно же тоже чтобы быстрее развивалась инфраструктура там нужно конечно же скоро строить транспорт поэтому я очень рад что компания юнических технологий будет там представлять свои инновационные экологически чистые безопасные экономические транспортные решения вот и посетителям также покажут вот you sky rail то есть скажем так сам этот скажем так дорогу да вот сам путь структурно-технологическое изобретение расскажут об особенностях возможности юска транспорта инфраструктурных технологий до гости смогут получить раздаточный материал обсудить возможность строительства инфраструктуры юска и транспортных комплекс на ближнем востоке ну и конечно же я думаю что те люди которые и бизнес которые заинтересуются вот из абудаби в шаржу я думаю что они также быстро доберутся может чуть больше времени чем из дубая до шаржа там получается могут ехать летит минут 20 вот но сейчас вообще вот ну сам центр вот от центра до абудаби до дубая где-то полтора часа езды на машине вот поэтому конечно же вот я вообще так себе представляю что конечно же вот этот транспорт который у нас на картинке до верху конечно же он может иметь колоссальное вот разрешение если соединить вот эти вот эмираты между собой так далее уже не считаю то что внутри городов тоже это будет построен и скажем так если вот такие вот новости основные до которые вот на этой неделе мы можем увидеть услышать конечно про эту выставку мы еще расскажем возможно алексей либо я расскажу вот когда она состоится посмотрим какие будут решения вот но я вот вот вам хочу рассказать тоже сегодня когда искал вот вообще картинки да вот смотрите вот танковый полигон мариной горки который был предоставлен антоли эдуардовичу после того как вот вот пришлось уйти из литвы то и вот я нашел эту вот фотографию видите с высоты птичьего полета тут как говорится в тут что-то уже даже начинало строиться но вообще конечно те кто был алексей я знаю точно был вот там и он тогда и рассказывал как все но я вот для тех кто не был и вот о чем мы вначале стали говорить о том что нам необходимо все таки мыслить если бы скажем так не появились те первые вот скажем люди которые поддержали антоли эдуардовича которые действительно вот ходил он ходил по сильным мира сего да и все ему говорили хлопали по плечу несколько раз пытались бизнес отобрать вот но именно вот силы видите в том что именно маленькие люди то есть люди с небольшими вложениями инвестициями стали поддерживать его смотрите вот это вот марина горка когда я вообще группа смотрел даже я был свое время когда служил на танковом полигоне нам сказали проложить там определенные там должна быть инструктура там даже были учения быть проложить надо было кабель и я вот это помню за состояние когда я поднял кирку это вообще просто вы для меня это со всей силы размахнулся ну как будет ну что там надо было сказали продолбить траншею допустим да там наш тык на штык лопаты и когда вот этот вот кирка со всей силы 1 размахнута просто отскочила от вот этой земли для меня стало понятно что такое танковый полигон это глина который просто превратилось камень понимаете и я помню после того как мы там в общем-то нас было взвод солдат молодых еще потому что молодых на такие обычно работы посылают когда приехал уже в расположении части там вечером то у меня вот руки вот так они в общем то вот так и не разгибались больше то есть пальцы не не разгибались вот поэтому когда я вот смотрел вот этот полигон вот да вот смотрите вот ну вот укатаны там где-то дороги были возможно какие-то уже что-то там ну вот предоставили да вот он наверное анатолий дворчик уже видел что он должно быть да поэтому все это было сделано началось делаться я в тех фотографиях где алексей не есть там он может быть где-то может быть еще что-то подготовит покажется еще раз ну вот конечно работа начинались вестись вот это вот наше здание первое до которой где здесь музей находится так далее вот домик тоже штаб-квартира анатолий эдуардович и здесь марина горьки тоже но видите я честно говоря вот этих картинок давно не видел не помню решил для вас тоже показать освежить вам памяти вот и действительно вот видите строительство ведется от грязище вот это действительно все просто хотя уже смотрите уже и тут начал и анкер на пару эти самые промежуточные опоры здесь стоят ну все грязище действительно вот такая вот скажем так наша действительность какая она есть и что сейчас получилось вот после вот этих вот дорогу да вот еще да то вот это вот кадр сита тут уже вот есть люди и возможно кто-то из вас есть который сегодня присутствует на на вебинаре для меня был шок вот видите все просто вот земля до заката на вот уже что-то сделано вот люди стоят улыбаются от алексей говорил что сильно вот поместили мы в сапогах и грязищу вот этот skyway еще зелененький ведь уже был сделан палаточка стоит но очень шикарные кадры конечно вот это вот меня очень впечатлили да вот и вот потом пошло вот смотрите это был наверное уже семнадцатый или девятнадцатый год я несколько на фотографии нашел смотрите прям вот просто называется черное белое кино да и цветное кино да то есть вот как прям шум становится в ушах а будто из озвучка идет то есть не не картинка действительно вот у меня такие вот эмоции рождаются да вот смотрите вот какие замечательные уже скажем так фотографии голубое небо прекрасное здание стоят дороги то травка растет цветы растут анкерные опоры здесь промежуточная пора дорога идет и так далее да вот смотрите вот это вот же здесь появился мост появился да все в травка ровненько растет skyway вот этот который там был да просто стоял на ноге на глине здесь уже на травке растет вот тут прудик вот мост просто все дышит просто дышит вот это вот я называю это то чтобы заради вот эту землю как анатолий двадочек о том что мы сейчас говорим что боже мой наши вот как этот сказал еще принц саудии он сказал что наши города созданы не для человека не для природы а для машин так надо уйти от этого поэтому это вот его город зелайн и мы с вами разбирали да и или вот сейчас не ома называется не он да то есть не о мотобак новое будущее да действительно вот вот оно будущее вот когда мы бегаем по травке гуляем когда действительно красиво все здорово и когда транспорт движется над тобой не вот вы помните вот это вода и кафе с 2012 когда анатолий дворчик при том эта картинка она была еще длиннее такая широкоугольный был формат и вот это еще вот это вот толпа людей тому и можно еще такую же предложить рядом нужно просто формат скажем так powerpoint не дает эту картинку все показать в ее красе но я помню вот это вот когда действительно столько флагов было столько людей и тогда для меня было колоссальное удивление что столько много стран столько много людей и все действительно просто вот дышит как единый организм действительно очень хочется чтобы экофест был в двадцать втором году у нас здесь тоже в беларуси состоялся что чтобы мы действительно опять вот побывали вот в этой вот многотысячный толпе вот людей которые действительно заряжен заряженной одной единой целью поэтому действительно очень здорово и кто был поставьте пожалуйста десяточки вспомните как это было все здорово хорошо действительно и будем надеяться что экофест 2022 состоится вот спасибо за ваши десяточки состоится в этом году вот поэтому я говорю сравните что было что стало и при том это не просто сделали вот это вот скажем так зеленое поле домики красивые за это время был построен вот видите вот эти вот дороги когда внизу движется допустим транспорт который будет двигаться со скоростью 150 км в час наверху со скоростью 500 км в час это все вот видите движется вот это вот картинка любимая многими да когда вот она вот сколько создано было видов транспорта за это время то есть вот как это все может быть как это развиваться может быть да тут нет еще грузового транспорта но это же реальная картинка вот понимаете это просто фантастика и как мы просто раз вами разбирали две недели назад о том что илон и илон маск со своим вот проектом до что будут там вакуумные вот эти трубы так далее закончилась тем что просто вырыли небольшие какие-то кротовые норы до в которых ездит машинке его скажем так тесла и конечно же в шоке многие люди просто в шоке вот что значит знаете одно дело пиара да и кричал кричал в общем-то ждали шик получился пшик и анатолий дарыч которого сколько он выдерживал и выдерживать сейчас вот этих вот скажем так недоброжелательных отзывов к людей которые скажем так не терпит вот это вот скажем так какого чужого успеха либо люди которые просто хотят вот инвестировав какую-то небольшую сумму требуют заставляются скажем так нервничать поэтому я вам говорю что нам с вами нужно просто вот сейчас создать ту энергетику ту вот зеленую скажем так ауру вокруг анатолия дарыча любви понимание и дать ему вот эту возможность вот это все действительно довести до ума до логического конца и чтобы действительно этот транспорт замечательный транспорт действительно в любую на любой вкус на любой цвет вот когда действительно я выбирал туда face of the future выплатил да я вот выбрал себе юни вин действительно такая маленькая великолепная машинка до который действительно вот как-то мне вот она легла на душу и действительно большинство выбирала юни флэш может быть ее sky то есть юкар вот я выбрал вот юни винт мне вот относительно очень легла для души вот как-то вот тоже потому что действительно настолько большое разнообразие и при том что антолий дарыч я думаю что еще немало таких вот родит моделей которые будут радовать глаз и вообще скажем так выбор будет просто огромный колоссальный поэтому конечно же очень здорово что у нас столько сделано за это в общем-то да немалое время но в то же время создать с нуля такой транспорт вот это дорогого стоит поэтому я думаю что многие прогрессивные люди это понимают и несмотря несмотря на вот то что и к вид был и несмотря на то что сейчас идет вот военные действия ведутся до компании ист продолжает свою работу и действительно все движется и идет и я бы сказал даже очень успешно идет потому что я знаю очень много людей которые действительно заинтересованы в продвижении транспорта в своих странах и мы конечно же я думаю что станем свидетелем уже в этом году вот этих скажем так ну услышим эти новости уже скажем так которые дойдут уже официально до нас вот ну и кроме того вот действительно вот это вот акварель это вот рядом находится с экотехнопарком тоже вот посмотрите как вот вот этот вот первая картинка да и вот сейчас до картинка когда вы видите и это дома и вот эти прудики и вот эти вот скажем так горки цветочные да ну просто великолепно поэтому я говорю что он в этом году мы должны еще с вами обязательно все вместе съездите и прокатиться на вот этой модели струнного транспорта который сейчас проходит завершаясь завершающую стадию испытаний вот я думаю вот именно вот это вот скажем так маленькая модель для рыболовов для вообще для людей отдыха да вот который приезжает просто отдыхать семьям я думаю что это будет тоже очень большим скажем так скажем так очень большим стимулом чтобы узнать что это за транспорт как он может где в какой стране потому что конечно же когда люди будут приезжать и говорить слушайте нам бы тоже такой надо и там и там и там и вообще вот этот транспорт чем он хорошую действительно это как транспорт который движется скажем как автомобиль либо поезд но на вот этой вот высоте которая в общем-то безопасно для того чтобы в общем-то не это не как самолет то есть тут нельзя разбиться упав с этой высоты но в то же время я говорю это транспорт который действительно очень безопасно и и я думаю что пришло время этого транспорта и конечно же мы не должны останавливаться на том чтобы вот просто сейчас просто ждать нельзя ждать надо просто действовать приведу вам несколько примеров того транспорта не очень много конечно открытий есть мы сейчас дойдем до них да но вообще вот смотрите томас эдисом это создатель лампочки кто и помнит да то есть напоминаю вам да еще в 1895 году сделал пророческое предсказание вот томас энд эдисон он скажем так человек который не только лампочку забил но вот он в общем то понимал что мир меняется и он сказал так я считаю что без лошадные перевозки это приходящее чудо это лишь вопрос времени как быстро все грузы и поклажи будут перевозить с помощью моторов правда пока не ясно какими же будут эти моторы ну вот это вот первый такой один из первых автомобилей это был автомобиль на дизеле вот видите то ли велосипед то ли это самое то ли какая-то тележка на самом деле это первый такой автомобиль вот самолет начале двадцатого века обыватель не мог даже себе представить представить в начале двадцатого века это вот в общем то не прошло еще сто лет как это летать на самолете до первый полет на самолете длился всего 12 секунд и в нем участвовал пилот весом 55 килограмм возможно это и этот пилот вот ну вот видите вот как выглядели самолеты до сейчас на коммерческих рейсах вы знаете что продолжить может быть и 10 и 15 это мы может быть больше часов до а количество пассажиров несколько сотен ну вот как начиналось в общем то вот такие вот вещи очень интересное вот нашел такое вот высказывание как предсказание а хайвей то есть этих дорог до бильям дюрант основатель general motors 1892 году в интервью сказал так большинство из нас будут жить чтобы в будущем увидеть свою страну покрытую огромной сетью автомобильных дорог ровно проведенных от пункта к будут выровнены холмы и построены мосты человек и техника сделают свое дело вот эта фраза от велима дюранта очень интересно будут выровнены холмы и построены мосты то есть вот когда алексей рассказывает эту презентацию которая в общем то она она основная да и когда там показано что при натяжении нашей дороги вот наши струнных дорог они получаются это вот выравниваться тут нам не надо бороться с природой ровнять холмы в общем то допустим убирать эти холмы где-то там засыпать ямы и так далее вот анатолий дворчик вопрос решил гораздо эффективнее лучше и в общем то решение есть на уже вообще в реальной и очень крутое ну вот смотрите учитывая любовь американцев к автомобилям его предсказания были не безосновательны развитие автомобильного транспорта начавшийся 19 в конце 19 века потребовало создание удобных путей для движения автомобилей пока скорости движения были небольшие ограничивались гужевыми дорогами да то есть там где ездили лошади с телегами используя меры предосторожности по борьбе с пылью вот эта фраза действительно видите в общем-то дороге нужны были главное меры предосторожности были по борьбе с пылью да вот и предохранение дорожного покрытия от быстрого разрушения вот первые автомобиль чем боролись чтобы пыли не было меньше но соответственно с ростом интенсивности движения повышение скоростей на грузы стали проводить более капитальные переустройства гужевых дорог расширяя проезжей части устраняя крутые подъемы и спуски да опять таки повторяю устраняя крутые подъемы и спуски увеличивая радиусы закругления применяя про прочные дорожные покрытия но я вам хочу сказать что у меня было свое время в одной компанией ужасная поездка в сочи на скажем так на автобусе ребята это просто от мы пару раз чуть не свалились в пропасть потому что ребята которые ехали на автобусе они сами с беларуси вы знаете у нас нету таких серпантинов вот и конечно же когда ваш автобус на крутом по склоне начинает ехать и резко назад то есть потому что двигатель не выдерживает сбить или двигатель закипает это было летом вот и когда все женщины и мужчины всех кричат хватаются за кресло захватаются за волос впереди сидящего то конечно же я вам так скажу что есть куча куча стран вот с этими сторон с горами с каким-то непроходимыми болотами с различным скажем так климатическим условием поэтому конечно же где-то вот до вопросы решены с проезжей частью но сейчас другие вопросы да в городах это пробки это скажем так невозможность вообще двигаться с нормальной скоростью поэтому конечно же время пришло до после первого мировой войны большинстве стран стали строить автомобильные дороги которые были специально рассчитаны и спроектированы для движения автомобилей вот о чем мы говорили что стали строится города для автомобилей они для человека для его жизни во франции они называются автороуд в англии моторвей в италии автострада сша хайвей ну вот пришло время наверное и для других дорог ну и вот еще такое 10 изобретений которые изменили мир до неузнаваемости вот давайте скажем так уже отдельно так не буду разжевывать вы и сами понимаете плуг который позволил в общем-то получать излишества да и продавать и в общем-то не бегать заниматься собирательством охоты колесо которое тоже говорит все и так понятно стало передвигаться печатный пресс не надо было переписывать деньги стали печатаны книга печатные охлаждение это хранение продуктов до связь которая стала развиваться и стала людей соединять между собой паровой двигатель автомобиль и вот она лампочка компьютер интернет и одиннадцатым должно стать у нас решение это транснет да потому что транспорт есть вот дороги такие они уже негодные ничего не предусмотрены скорости маленькие безопасность никакой безопасности нету здоровья нету на этих дорогах нервов не хватает поэтому пришло время системы которая формирует будет формировать новый жизненный уклад 21 веке и это транснет с транспортом второго уровня юницкого конечно же пусть будут другие транспорты ну конечно же юницкий как антон даже убежал уже на 10 лет вот поэтому я говорю какие бы вас мысли не посещали какие бы вас скажем так сейчас не волновали проблемы давайте мы с вами договоримся сделаем одну вещь мы должны с вами делать это скажем так ежедневно вот давайте мы с вами договоримся так что мы будем одну один раз можно это даже какое-то время вместе придумать потому что да это будет усиление многократно допустим да но мы все с вами должны постоянно генерировать наши мысли о неизбежности воплощение технологии юницкого здесь и сейчас вот мы с вами можем так договориться что мы будем это скажем так в определенное время допустим либо и вам удобно допустим 8 часов до либо там вот даже можете сейчас написать это будет вечер или утро что мы с вами вот просто вместе те люди которые у нас присутствуют и у нас вот наша да да вот давайте замечательно замечательно вот что валентина вы делаете но я просто говорю о том что есть у нас будет скажем так помните как в этом выражение 11 это не не 2 а 11 это 11 поэтому если мы с вами сейчас 11 да и вот если мы с вами 11 скажем так будем вместе мысли то это может быть очень здорово поэтому можно какое-то время определить вот и мы с вами будем сильно думать о том что вот этой дороге уже строится и поверьте мне давайте даже если вы хотите мы можем и так месяц сделать вот посмотреть какой будет результат потому что я в принципе хочу чтобы мы с вами работали на результат и действительно вот те люди которые согласятся давайте мы с вами ну четверг 20 часов это обязательно мы с вами так будем делать но я просто предлагаю вам делать еще чаще потому что недавно прочитал выражение что в принципе мы на новый год подымаем бокалы да и говорим там хочу там новый дом хочу новую машину там ли путешествие тогда и вот год заканчивается и мы уходим но многие люди скажем так уходят опять вот это вот все раз жизни и не путешествует не ездит и все время денег не хватает и всего чего-то не хватает и какие-то все время события так вот я вам хочу вам предложить хочу давайте вот в 20 часов так вот каждый день сейчас то тоже не обязательно мы живу мы хоть с вами на связь друг другом да просто мы даже лёша может чате писать два часов думаю мы хорошим о том что наш проект строится вот на скажем так наш проект строится на разных континентах можно не надо ограничивать да где он выстрелит первый где мы узнаем это будет хорошо но давайте тогда восемь часов вот так вот где-то там буквально одну минуту будем думать все вместе и посмотрим что из этого получится через месяц мы даже вот так вот с вами займем 22 12 мая встречи раз вот допустим как это будет там в июне вот и посмотрим что за это время произойдет я вам желаю так делать и в общем то я это буду делать ну как минимум я лёша там или еще там пару человек я конечно могу проконтролировать вот и попроси чтобы так делали но мы должны это делать вот спасибо таисия что вы нам нас тоже поддерживать вот поэтому что анатолий эдуардович это что мои личные интересы менее важны чем интересы людей общества и цивилизации если я что-то делаю то в первую очередь я должен думать не о себе о других людях а мы с вами давайте теперь подумаем о анатолий эдуардович и да о его технологии и о том что мы с вами можем сейчас действительно имея все уже воочию все это просто воплотить и дать анатолий эдуардович эту энергию да и вообще всему конструкторскому бюро чтобы люди наши смогли действительно не просто рассказывать об этом а уже рассказывать и показывать что уже наш транспорт ездит на на всех континентах и это произойдет уже в этом году тогда у нас с вами действительно будет очень и очень много последователей потому что большинство людей ждет и наблюдает что же все таки будет а я мы с вами верим что все будет хорошо правда алексей вот включился включая звук вообще интересная интересная идея ежедневные загадывания желания вообще все правильно если посчитать как обычные люди догадывать 1 год желание здоровье счастье без какой-то конкретики каждый день конкретно вот такую представлять даже не просто так что хочу там как мы там ездим сидим чувством кожи в этом салоне уникара передвигаясь например там из минска в аэропорт наш я просто говорю лишь не только нет вот я читал одну женщину она говорит когда вы допустим что-то хотите да вы есть тысячу путей до 1000 путей достижения этой цели но когда вы говорите я хочу допустим вот как у меня сын папа я хочу iphone 13 да вот мальчику 12 лет вот он потому что не потому что просто там iphone а там есть программы которые нету допустим андроиде и он не год вот пап ты там заработаешь деньги не ограничивайся потому что вот если ты хочешь это iphone тем нужно просто представляешь он тебя есть а как он может появиться либо папа заработать денег либо и приедет там кума с америки привезет тебе этот iphone да либо я не знаю там бабушка вот возьмут и решит вот тебе такой подарок с дедушкой там ну к примеру понимаете может быть просто это вот действительно сейчас вот молодежь очень такая дети такие вот продвинутые они где-то выигрывают где-то могут выиграть то есть путей реализации очень много главное представлять поэтому я бы даже и без что минска аэропорта либо там где-то такая я почему и говорю что мы с вами должны знать что он уже есть есть у нас с вами это говорится будет уже это ехать в одной где-то стране да по есть каком-то городе значит это как говорится это уже будет такой взрыва по взрыва так как называется взрывной такой момент когда попадет везде во всех стран понимаете вот мы с вами уже скажем так можем приехать в эту страну проехать потому что игру очень здорово сейчас уже эти ограничения все снимаются активно к вида никакие там пцр и уже уходят в прошлое да вот поэтому можно будет поехать покататься проект показать что вы там есть тогда вот такие вот дела поэтому предлагаю все таки действительно вот лена говорит я постоянно посылаю каждый день а мы присоединяемся к тебе лет а если мы будем делать еще в одно время 8 вечера допустим да так вспомнил о 8 вечером подумаю так я еду на транспорте skyway вот допустим да и вот как это ситка лежит вот представить себе как захожу как это здорово вот запах этой кожи допустим и как это движется над землей плавное движение это очень здорово и вот таким вот образом мы с вами все это визуализируем и поможем этому осуществиться в гораздо быстрее нежели если мы просто будем с вами бездействовать в этом плане то есть надо быть всем вместе алексей мы тоже еще одна мысль вот и привел к примеру видимо джуранта который был визионером сто лет назад через до 130 лет назад он говорил такие вещи которые смотрел на 100 лет вперед его тоже было бы интересно перенестись на 100 лет нам вперед потом вспоминать как мистер юницкий там мистер тарасов рассказывали про то как будет строиться дороги и вот и оглядываясь назад уже будут вот какие были визионеры мечтали когда было все так еще далеко уже как бы картинка была на 100 лет вперед вот когда не устроить жена растам не снаютающие тарелки что там кассивно что-то будет конечно же да уже но я думаю что я бы не зря это в кино показывают то что действительно одно дело когда в пятом элементе вот эти вот автомобиля не двигаются и тогда там брюс виллис начинает нарушать правила там просто падает вниз да там или там просто свободным падением ели эту машину выдерживать и так далее нарушает то вот все таки вот эти вот струны между скажем с высокими здания между небоскребами до натянуты действительно безопасность потому что конечно же будут наверное вертолеты какие-то и вот эти вот коптеры летать уже какие-то да такие но я говорю если у нас люди на плоскости поскольку в аварии попадают там не могут объехать если это будет просто лететь и летать в хаотичном форме то тут на знаете тут будет конечно гораздо больше неприятностей но такие вот дела такие вот у меня мысли вслух ну давайте так что конечно это это все скажем так пока есть научные данные что это возможно но давайте мы пока скажем так помечтаем о транспорте да вот потому что если там ближе да как ты говоришь действительно вот видите мессенджеры сейчас соединяют людей очень быстро в любой стране вы можете скажем так общаться переписываться фотография видео пересылать вот деньги пересылать даже вот сейчас мы с вами общаемся все сидят у себя скажем так комфортных условиях и мы с вами общаемся и и действительно по всему миру до можем это делать а вот перемещаться мы не можем вот хорошо все было и лишь я хочу к тебе на чай сейчас там раз нажал кнопочку и там через три минутки у тебя так что наверное это будет но промежуточный этап можно так назвать на ближайшие 50 лет это юницкий стрим технологии вот так вот так что строим стран снег начинать нужно дорогу начинается с первого шага так вот надо что вот эти шаги они пошли в параллельно нескольких странах то что то что что более реально надеюсь мы еще покатаемся этим летом на рыбалку там в акварели и надеемся на экофест 2022 так что лишь ждем от тебя новостей да может что-то узнаешь еще вот скажем так по поводу кафеста может стоящий раз нам старше таки уже май месяц середина мая вот за три месяца как ты всегда говорят вот может стоит уже задать вопрос если есть возможно ты наш как куратор беларуси имеешь возможность мы тебя делегируем спросить спасибо вам за хорошие комментарии до транснет по всему миру я согласен вот и давайте мы с вами проведем такой эксперимент каждый вечер в 20 часов по возможности да мы с вами вместе думаем о том что наш транспорт он распространяется по всему миру и строится дороги уже закладываются камни закладываются от опоры строится вот вот так представлять и действительно делать спасибо вам всем спасибо за интересную презентацию спасибо да гостям нашим постоянным слушателям через неделю встречаемся тоже время завтра встречаемся мысленно как олег предложил визуализацию напиши кстати в там вот в этом вайпере там да в группе там напиши такую идею что в 20 часов думаем ну я думаю как там это или так или может быть какой-нибудь бота настроить чтобы он там чем кидал от вас на 0 давайте ну тогда так на этой интересной ноте идея вот 200 вот но за сегодня всем спасибо огромное да антолий дарыч мы с вами вот строим и у sky и транснет закладываем нам мысленно в голове у себя всего хорошего пока пока пока